В Петербурге прекрасно, потому что, по-моему, есть очень много книжных магазинов. По-моему, есть больше книжных магазинов, чем салоны в Красоте, в Петербурге. И это хорошо. Можно посправить это. И я вижу не только, что они в магазине есть, это тоже люди, которые там приходят. И это прекрасно. Я люблю книжные магазины и библиотеки. Если бы можно было получить квартиру в библиотеке или в книжном магазине, я бы там жил рядом с моей семьей, чтобы быть очень близко к месту, в которой все важные происходят. В Москве, я тоже очень часто в книжных магазинах, потому что мне приглашают, чтобы мне показать, или я толстый или не толстый, в книжных магазинах, тоже в Москве. Но такие чувства имеют, и у меня есть такие чувства, что они там просто люди приходят, очень быстро купают и уходят. Я помню, как в одном книжном магазине в Москве, где там пригласили, и мне директор этого магазина на работе, я думаю, рассказал, что, конечно, в 6 часов не надо кончить. Но если я сейчас сказал, что будет трудно сказать, если будут люди, они будут какие-то фотографии иметь, то это не можно. Нет, в Москве так не идет. У вас есть 6 часов, и сегодня вам, конечно, надо кончить, потому что Татьяна сегодня, потому что после вас будет Жириновский. И это очень опасно, если вы будете иметь встречу до 18.05, и потом придет люди Жириновского, это может быть для вас опасно. Я узнал, я окончу 5 минут, 5 часов в этом. Я не знал, что Жириновский пишет даже книги. Но было много, много читателей. Есть такие вопросы, с разницей между Москвой и Петербургом, с разницей между Краковым и Варшавым. В Москве никто не имеет времени. Самое ужасное ответить на вопрос, ну как делать, а сказать, ну плохо в Москве. Потому что если ты скажешь плохо, надо оставить, поговорить, а времени нет. А в Петербурге можно сказать, плохо есть. Люди будут спрашивать, почему у тебя плохо. Что такое случилось? Проблема с любвью, проблема с деньгами, или проблема со здоровьем. В Москве никто не будет спрашивать. Очень похоже на Нью-Йорк. И никто не отвечает плохо. Все хорошо, I am fine. 5 минут перед смертью. А это так просто есть. Есть Петербург, культурный город для меня. Я просто посылаю всех моих друзей из моей компании в Германии, в Россию. И как мне спрашивают, в какой город, они спрашивают, в какой. Ну только в Петербург. Потому что они все приезжают, и потом мне рассказывают, что это прекрасно. Я скажу, ну что нравлюсь, а эрмитаж, нет, девочки. Прекрасные девочки. А в книжных магазинах они не читают русского. Петербург для меня тоже личный. В этом смысле, что моя семья, а не только я, связан с Петербургом. У меня есть дочь, она окончила студию при личном, частном университете. Ну очень дорогий университет, можно сказать. И у них надо было в время последнего мастер-класса. Один семестр быть студенткой за рубежом. Она могла пойти в UCLA, Кембридж, Оксфорд. Ну она позвонила мне один день и сказала, папа, если мой университет сотрудничает с государственным университетом в Петербурге. Что ты думаешь? Я сказала, что прекрасно. Она приехала, и один семестр была туда студенткой. И сегодня мне написано, чтобы я ей квартиру сфотографировала. У нее есть ностальгия. Она бы хотела посмотреть это. Она тоже заходила в ваши книжные магазины. И теперь читает Достоевского. Не на русском, но на немецком языке. Думаю, что город Петербург без буквы «Я» был, не был бы этим городом. И это хорошо. Я думаю, я знаю, что им надо делать деньги. Это просто из бизнеса, то есть капитализм. Они делают эти деньги в области, которая мне нравится. И эта область называется культура. И как я вчера получил в этом городе, в моем любимом городе, невероятную для меня важную премию. Балтийская звезда за культурные связи с Балтиками. Разных стран Балтика. Я думал, что без этой, без буквы, без людей, без книжных магазинов в этом городе, никто бы мне эти премии никогда не дал. Спасибо. Пожалуй, это самое лучшее рекомендую.